Глава восемнадцатая книги Иисуса Навина Все общество сынов Израилевых собралось в селом, и поставили там скинию собрание, ибо земля была покорена ими. Из сынов же Израилевых оставалось семь колен, которые еще не получили удела своего. И сказал Иисус сынам Израилевым, «Долго ли вы будете не родить о том, чтобы пойти и взять в наследие землю, которую дал вам Господь Бог отцов ваших? Дайте от себя по три человека из колена, я пошлю их, и они, вставши, пройдут по земле и опишут ее, как надобно разделить им на уделы, и придут ко мне. Пусть разделит ее на семь уделов». Иуда пусть остается в пределе своем на юге, а дом Иосифов пусть остается в пределе своем на севере. А вы распишите землю на семь уделов, и представьте мне сюда, я брошу вам жребий здесь пред лицом Господа Бога нашего. А левитам нет части между вами, ибо священство Господне есть удел их. Гаджи, Рувим и половина колена Монассии получили удел свой за Иорданом к востоку, который дал им Моисей, раб Господень. Эти люди встали и пошли. Иисус же, пошедшим описывать землю, дал такое приказание, «Пойдите, обойдите землю, опишите ее и возвратитесь ко мне, а я здесь брошу вам жребий пред лицом Господнем в селоме». Они пошли, прошли по земле и описали ее, по городам ее на семь уделов, в книге, и пришли к Иисусу в стан, в селом. Иисус бросил им жребий в селоме пред Господом и разделил там Иисус землю сынам Израилевым по участкам их. Первый жребий вышел к колену сынов Вениаминовых, по племенам их. Предел их по жребию шел между сынами Иуды и между сынами Иосифа. Предел их на северной стороне начинается у Иордана, и проходит предел этот подли Иерихона с севера и восходит на гору к западу, и оканчивается в пустыне Бефавен. Оттуда предел идет к Лузу, к южной стороне Луза, иначе Вифиля, и нисходит предел Катаров-Адару к горе, который на южной стороне Бефарона Нижнего. Потом предел поворачивает и склоняется к морской стороне на юг от горы, которая на юге пред Беф-Ороном, и оканчивается у Кириаф-Ваала, иначе Кириаф-Ярима, города сынов Иудиных. Это западная сторона. Южной же стороной от Кириаф-Ярима идет предел к морю и доходит до источника вод Нефтуаха. Потом предел нисходит к концу горы, которая перед долиной сынов Яномова, на долине Рефаимов, к северу, и нисходит долину Янома к южной стороне Иевуса, и идет к Эн-Рогелу. Потом поворачивает от севера и идет к Кен-Шемешу, и идет к Гелиллофу, который против возвышенности Адумима, и нисходит к камню Багана сына Рувимова. Потом проходит близь равнины к северу и нисходит на равнину. Отсюда проходит предел под Лебеф-Хоглы к северу, и оканчивается предел у северного залива моря Соленого, у южного конца Иордана. Вот предел южный. С восточной же стороны пределом служит Иордан. Вот удел сынов Вениаминовых с пределами его со всех сторон по племенам их. Города к колену сынов Вениаминовых по племенам их принадлежали Сии, Иерихон, Беф-Хогла и Емек-Кецыц, и потом дальше, 22 по 28 стихи, перечисляются города, и кончается эта глава такими словами. 14 городов с их селами — вот удел сынов Вениаминовых по племенам их. Глава девятнадцатая книги Иисуса Навина Второй жебе вышел Симеону, колену сынов Симеоновых по племенам их, и был удел их среди удела сынов Иудиных. В уделе их были Версавия или Шева, Молада и так далее, и перечисляются города, и восьмой теперь стих, и все села, которые находились вокруг городов этих, даже до Валаа, Ваалаф, Беера или Южной Рамы. Вот удел — колено сынов Симеоновых по племенам их. От участка сынов Иудиных выделен удел колену сынов Симеоновых. Так как участок сынов Иудиных был слишком велик для них, то сыны Симеоновы и получили удел среди их удела. Третий жребий выпал сынам Завлоновым по племенам их и простирался пределу дела их до Царида. Предел их восходит к морю и морали, и примыкает к Дабешефу, и примыкает к потоку, который перед Иог к Неамам. От Царида идет назад к восточной стороне, к востоку солнца, до предела кислов Фавора. Отсюда идет к Дафрафу и восходит Кеофия, и дальше перечисляются опять места, места, шестнадцатый стих. Вот удел сынов Завлоновых по их племенам, вот города и села их. Четвертый жребий вышел из Сахару, сынам из Сахара по племенам их. Пределом их были, опять перечисляются географические названия, «Вот удел колена сынов из Сахаровых по племенам их, вот города и села их». Двадцатьчетвертый стих. Пятый жребий вышел к колену сынов Осировых по племенам их. Опять перечисляются географические названия. Потом до тридцать первого стиха «Вот удел колена сынов Осировых по племенам их, вот города и села их». Тридцать второй стих. Шестой жребий вышел сынам Нефалима, сынам Нефалима по племенам их. И опять перечисление географических разных мест. «Вот удел колена сынов Нефалимовых по племенам их, вот города и села их». Сороковой стих. «Колену сынов Дановых по племенам их вышел жребий седьмой». И опять перечисление разных городов. «И вышел предел сынов Дановых мал для них. И сыны Дановы пошли войною на Лосем, и взяли его, и поразили его мечом, и получили его в наследие. И поселились в нем, и назвали Лосем Даном по имени Дана отца своего. Вот удел колена сынов Дановых по племенам их, вот города и села их». Когда окончили разделение земли по пределам ее, тогда сыны Израилевы дали среди себя удел Иисусу сыну Навину. По повелению Господню дали ему город Фомнаф-Сараи, которого он просил на горе Ефремовой. «И построил он город и жил в нем. Вот уделы, которые Елеазар священник, и Иисус сын Навин, и начальники поколения разделили коленом сынов Израилевых по жребию в селоме, пред лицом Господнем у входа с киньи собрания, и кончили разделение земли». Глава двадцатая Книги Иисуса Навина И сказал Господь Иисусу, говоря, «Скажи, сынам Израилевым, сделайте у себя города-убежища, о которых я говорил вам через Моисея, чтобы мог убегать туда убийца, убивший человека по ошибке, без умысла. Пусть города эти будут у вас убежищем от мстящего за кровь. И кто убежит в один из городов этих, пусть станет у ворот города и расскажет слух старейшин города сего дела свое, и они примут его к себе в город и дадут ему место, чтобы он жил у них. И когда погонится за ним, мстящий за кровь, то они не должны выдавать в руки его убийцу, потому что он без умысла убил ближнего своего, не имел к нему ненависти ни вчера, ни третьего дня. Пусть он живет в этом городе, доколе не предстанет предобщество на суд, доколе не умрет великий священник, который будет в те дни. А потом пусть возвратится убийца и пойдет в город свой, в дом свой, в город, из которого он убежал. И отделили Кедес в Галилее на горе Нефалимовой, Сихем на горе Ефремовой, И Кириаф Арбы, иначе Хеврон, на горе Иудиной. За Иорданом против Иерихона к востоку отделили Бецер в пустыне на равнине от колена Рувимова, И Ромов в Галааде от колена Гадова, И Галаан в Ассане от колена Монассина. Эти города назначены для всех сынов Израилевых и для пришельцев, живущих у них, Дабы убегал туда всякий, убивший человека по ошибке, Дабы он не умер от руки мстящего за кровь, Доколе не предстанет предобщество на суд. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok